Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назарий. И порой от верующих родителей мы слышим слова о том, как трудно им привезти своего ребенка-подростка в церковь. И речь даже не только о том, чтобы взять его на богослужение, но и вообще о том, что тяжело говорить о Боге или о церкви, что ребенку это неинтересно, он не хочет ничего этого слушать. И есть множество других вещей, которые ему более интересны и о которых бы он хотел поговорить. И в этом плане у нас возникает очень много вопросов, а как нам в современном мире наладить контакт с нашими подростками и пробудить в них живой интерес и к церкви, и к Богу. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской города Самары, Иреем Дионисием Левиным. Отец Дионисий, здравствуйте! Отец Назарий, приветствую! Отец Дионисий, давайте начнем с базы. Почему у подростков нет интереса к церкви, к Богу и вообще к тому, что там происходит? Ну это, как говорится, ты без подготовки прямо сразу пошел в атаку, потому что все-таки нужно понимать... Ну тогда можно задать встречный вопрос, почему у них должен быть этот интерес? То есть мы берем вопрос без введения в контекст. То есть ведь если, например, представить себе ситуацию, где семья живет абсолютно без привязки к какой-либо религии, если семья живет абсолютно, ну, такими материальными ценностями, то почему вдруг у ребенка в подростковом возрасте должен проснуться интерес? Это скорее будет происходить вопреки, да, чем как следствие. Да, Отец Дионисий, я с вами согласен, здесь как бы, да, речь у нас изначально шла о родителях верующих, то есть о нашем опыте. То есть к нам, как правило, подходят люди, которые уже так или иначе причастны к церкви. Если мы берем верующих, то тоже верующие верующему рознь. Ведь если мы обратимся немного к психологии, да, подростковой, то что происходит с ребенком в подростковом возрасте? Да, он начинает задаваться вопросами, а почему вот это так и не иначе, и почему я должен этому верить? И кто для меня является авторитетом, да, именно поэтому подростковый возраст характерен подростковым бунтом, отходом от семьи, поиском ценностей, поиском авторитетов, уходом, значит, от взрослого человека к авторитетам из того же подросткового мира. И происходит так, что у многих детей вообще жизнь переворачивается с ног на голову в этот момент. То есть ребенок взрослеет, и как следствие его взросления и физического, и духовного, и психологического происходит то, что происходит. И если в семье вопрос веры был такого немножко показушного характера, внешнего характера, вот так, наверное, правильнее сказать, да, чтобы это не обидно звучало, да, то есть из категории крещенских купаний, освящений яиц на Пасху, и там раз в полгода прийти на службу и там поставить свечку перед экзаменом, да, или чтобы, значит, там кто-то поправился, да, и чтобы все хорошо было, то, наверное, подросток, став подростком, да, как это немножко странно не прозвучит, ну, начинает чувствовать фальшь. Фальшь – это то, что подростки чувствуют очень и очень быстро и очень и очень резко. И дальше зависит уже просто от состояния ребенка, от его уровня взрослости, от его воспитания и так далее, насколько он на этот фальшь будет реагировать. Если мы представим все-таки ситуацию абсолютно верующей семьи, абсолютно вот действительно адекватно воцерковленной, да, где ребенок воспитывается в духе православия, и может быть он даже ходит в алтарь или поет на клиросе, или приходит просто с мамой на службу, и вроде бы все нормально, но в какой-то один момент он говорит, что происходит, я не верю, или я сомневаюсь, или а почему все-таки вот, и он начинает задаваться вопросами. И вот в этой ситуации я бы, конечно, не пугался, это нормально, то есть такие ситуации, это нормально, и я даже больше скажу, может быть это прозвучит не совсем понятно, но если этого не происходит, это скорее плохо, чем хорошо. Поиск свойственен для подростка, он естественен для подростка, и если подросток даже верующий, воцерковленный, да, вот такой действительно адекватно верующий семье начинает задаваться вопросами веры, это нормально. В этой ситуации, как сказал один епископ, его я бы просто отпустил. Один из епископов разговаривал, я сейчас просто не буду врать, не вспомню правильно фамилию, разговаривал с молодежью, и его спросили, а вот если бы ваш ребенок потенциально, став подростком, задал бы вопрос, что вот, а нужно ли мне молиться, а зачем мне пост держать, а я не хочу в храм идти, а вот есть ли Бог вообще, и вообще не уверен, что мне это нужно, вот как бы вы поступили? Начали бы давить, закручивать гайки, что-то там паниковать, пытаться доказать, потащили бы его там, может быть, куда-то в монастырь. Он сказал, нет, я бы отпустил ребенка, я бы дал ему возможность в своих вот этих вот переживаниях повариться, я был бы готов всегда ему ответить на вопросы, вот, возможно, да, что-то предложил бы почитать, подумать, посмотреть, вот, но я бы его отпустил. И здесь очень важно, вот, именно в этот момент является то, а в какой среде ребенок варился помимо семьи. Вот мы с вами говорили на одной из передач про детские епархиальные образовательные центры, вот у нас в наших детских центрах задача создать такую среду, где ребенок видел бы себе подобных, и понимал бы, что он в своих вот этих вот периодах своей жизни не одинок, что рядом с ним такие же ребята верующие, потом рядом с ним такие же сомневающиеся, что рядом есть взрослые, которым можно довериться и задать вопросы, которые там не будут кричать, паниковать, ругать, а которые смогут вместе это все прожить. Вы знаете, вот, завершу ответ на вопрос таким примером, в детском епархиальном образовательном центре я директор с 2017 года. Когда я стал директором, ситуация в центрах в среднем, по статистике, была такой, как во всех воскресных школах. Дети дорастали до подросткового возраста и уходили. Из там порядка 11 тысяч детей процентов, наверное, 75-80, это были дети, до 12-летнего возраста. То есть процент детей, которые подросткового возраста у нас учились, был очень низкий. Мы поставили с коллегами задачу ситуацию изменить. И за 7 лет в наших детских центрах выросло и продолжает сохраняться. Мы в юбилейный год не можем не подводить какие-то там итоги, статистические данные. За 7 лет мы ситуацию, если не переломили, то стабильно идем к тому, чтобы ее переломить. У нас сейчас достаточно много подростков в детских центрах. В детских хорах поет очень много подростков. На хореографию ходит очень много подростков. В туристических объединениях, в военно-патриотических объединениях занимается очень много именно подростков. И детский хипархиальный образовательный центр, как, ну, околоцерковная структура, которая говорит о Боге с детьми, о вере, о Христе, о православии, о красоте православия, это перестало быть местом маленьких детей. Это стало местом в том числе, где подросток попадает в среду себе подобных. И здорово, если он попадает туда до того, как стал подростком. Тогда вот этот вот процесс искания, он проходит более мягко. Но это не связано с тем, что, может быть, просто за много лет выросли как раз-таки эти дети, младшие, которые у вас начинали заниматься, и вот они стали костяком... В том числе, так они не ушли, понимаете? Они не ушли. Для них, я прошу прощения за, может быть, выражение, которое прозвучит немножко резко, но ведь это порой действительно так, мы должны быть честны в этом вопросе, да? Для тех детей, которые сегодня, подростки, учатся в детских и прохиальных образовательных центрах, им не стрёмно об этом говорить. И быть учащимися в учреждении дополнительного образования при православном храме. Они об этом говорят открыто, комфортно, они говорят об этом в интернете, они говорят об этом со своими друзьями, сверстниками, они это не прячут, не скрывают, не таятся этого. Это что-то тогда значит. Это не говорит о решении проблемы. Подростки все равно уходят из церкви, они все равно... Это такой очень сложный период, очень сложный возраст. Просто еще раз, завершая ответ на ваш вопрос, в этой ситуации я бы не паниковал. Да, это может, конечно, многим родителям показаться странным, да? Потому что у нас мы привыкли, что родители всегда опекают детей, как-то стараются вот везде все знать, следить, там, проверять. И, конечно, вот такие слова о том, чтобы отпустить, дать возможность, может быть, даже самим им где-то шишки набить, да, какие-то ошибки совершить, но потом их осознать, понять со временем. Действительно, может быть, тяжело воспринято некоторыми родителями, может быть, действительно, для них это такой будет новый, необычный опыт. Как все-таки удалось создать такую атмосферу для подростков, что она стала для них привлекательной, что им стало нормально говорить о том, что они учатся у вас в центре, что они стали оставаться. И, насколько я знаю, я смотрел, то есть многие ребята даже, которые учились у вас в центре, они потом становились алтарниками уже старше, да? Кто-то становился потом и постоянными прихожанами вашего храма, да? Вот если мы говорим о храме Матроны Московской, Блаженной, продолжают по сей день там трудиться. За счет чего удалось добиться вот такой атмосферы? И как нам, христианам, ну, скажем так, применять это на практике? Как нам привлечь детей и подогреть в них интерес к церкви и к Богу? В том числе вот в этом плане, конечно, может быть, и у детей, которые далеки от церкви, у которых родители неверующие, которые, может быть, даже ничего не знали. Как этого добиться? Потому что ты понимаешь, что эта задача, ну, просто фундаментальная. То есть у нас люди просто многие десятилетия бьются над этой задачей, в том числе и в церкви. И мы знаем, что есть примеры того же митрополита Антония, который смог вот пробить эту стену, смог наладить контакт. Мы об этом говорили в прошлом выпуске. Вот хотелось бы услышать и о вашем опыте, как удалось этого добиться и создать вот такую комфортную атмосферу для подростков. Я бы хотел говорить не только о том храме, где я настоятель, или где я служу, я бы хотел говорить об общей тенденции. А общая тенденция, она идет с самого верха. Патриарх много лет говорит о том, что нужно выходить духовенству из зоны комфорта. Я бы в этой ситуации посоветовал и педагогам, и родителям выходить из зоны комфорта. Ведь с момента наступления подросткового возраста зона комфорта заканчивается у всех. У учителей в школе, у родителей, у самого подростка. Он становится неудобным. Он становится человеком, который задает неудобные вопросы, который неудобно себя ведет, который совсем не елейный. И понятно, что для священников в храме удобнее видеть прихожан, где пришла мама в платочке, рядом стоит дочка, ей 5 лет, она тоже в платочке, потом ей 9 лет, она еще в платочке. И совсем неудобно, когда мама стоит одна, а девочка не пришла. Или девочка пришла без платочка, или девочка пришла с проколотым ухом, или с покрашенными волосами, или на открест отказывается одевать юбку. Вот это все становится неудобным. И в этой ситуации ты уже не можешь просто стукнуть кулаком по столу. Ты уже не можешь просто сказать, делай так и не иначе. В этой ситуации нужно выходить из зоны комфорта. Нужно начинать разговаривать. Нужно начинать отвечать честно на неудобные вопросы. Нужно создавать какие-то проекты, которые интересны не маленьким детям, а взрослым детям. Вот, как пример приведу тоже, просто как один из частных примеров. У нас в детских центрах есть хоровые объединения. Это нормально для ребенка петь в хоре. Когда ребенок становится подростком, он уже начинает иногда думать, интересно ли ему петь в хоре. И это не значит, что все подростки уходят. У нас в хорах, как я уже говорил, поет много подростков. Но, например, мы создали такой проект вокально-инструментальной группы, Институт культуры. Единственный тоже в Самарской области. Для детей из православных воскресных школ, детских центров, духовно-просветительских центров. Чтобы, например, ребенок мог взять в руки гитару, сесть за барабанную установку, подойти к клавишам, значит. И слава Богу, слава Богу, в Самарской митрополии к этому очень и очень хорошо относятся. И другие священники, и владыка-митрополит, наши дети выступали на рождественских чтениях, выступали на фестивалях, где владыка присутствовал, он благословлял их. Это очень-очень важно, когда священноначалия в лице, патриарха в лице правящих архиереев видят и понимают, что сегодня это не какое-то вольнодумство, а это действительно попытка предложить подросткам увидеть в церкви что-то интересное для себя и через это удержаться около церкви. Еще раз, это, конечно, не заменяет чтение Евангелия, Слова Божьего, литургического общения. Но литургическое общение возможно с подростком, который все-таки не оторвался еще от церкви. И вот такие проекты, околоцерковные, как я их называю, они создают возможность подростку как бы не оторваться. Вот. Или, например, ну вот там есть рисование. Оно интересно детям помладше. А, например, сейчас к юбилею фонда мы запустили конкурс видеоклипов ВКонтакте, где детям предлагается рассказать о своих детских центрах, учреждениях, доп. образования. Это уже для тех, кто все-таки больше подросток, да, что-то поснимать, смонтировать, музыку наложить, какое-то, что-то, может быть, там, зачитать. Или вот, например, отец Антоний, значит, из отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии приглашал православных молодых людей, христиан из Москвы, по-моему, да, с их проектом они собирали подростков самарских и делали с ними православные мемы. Да, тоже вот что-то такое околоцерковное, но то, что понятно подростку, ему может быть интересно, и может его как-то удержать около церкви. Вот. И если все это накладывается на общий фон, не паники, мой ребенок перестал быть верующим, да, а вот какого-то понимания, что да, ему сейчас сложно, он ищет, поэтому мы попробуем на него не давить, но вот что-то для него предложить, да, какую-то альтернативу, чтобы не совсем уйти, а ну, может быть, что-то чем-то около, рядышком, потому что вот взять те же репетиции. Я к ним захожу, они видят меня, священник, мы там поздоровались, я у них посидел немножко, может быть, там с ними попел, играть не умею. Потом ушел, они там дальше продолжили, но как бы контакт не разрывается окончательно. Ну, как удается стать авторитетом для этих детей? Не нужно быть для них авторитетом. Это вообще-то самое, наверное, пагубное, и слава богу, что священники это понимают и в Самаре, и в Самарской области, и те детские центры, духовно-просветительские центры, воскресные школы, где работают с подростками, взаимодействуют с ними, я даже слово «работают» не люблю, взаимодействуют с ними. Там, слава богу, батюшки прекрасно отдают себе отчет, что не надо быть авторитетным для подростка. Для него нужно быть честным, для него нужно быть искренним, для него нужно быть готовым ответить на его запросы. И тогда, тогда, возможно, ты заслужишь его доверие, и, возможно, ты для него станешь значимым взрослым. Не потому, что ты такой добился этого, а потому, что своей честностью и искренностью ты это заслужил. Да, но я, может, выразился неправильно, потому что мы с вами, когда в прошлой передаче говорили о подростках, что все равно они стараются найти какой-то ориентир, кого слушать, кому прислушиваться, кому обращаться за советом. И здесь вот как раз была речь о том, как вот стать тем близким человеком для детей, которому бы они доверяли, которому бы они могли обратиться за советом. И в этом плане, что такие люди, как и священники, и многие педагоги, верующие… Ну, вот, кстати, простите, отец Назарий, перевью. Вот вы про митрополита Антонио упомянули в этой передаче в очередной раз. Ведь его подростки, дети, которые с ним общались, они потом в своих воспоминаниях писали, что он таким простым языком объяснял им важные вещи. Одна девочка пишет, «Мне хотелось бежать и всем своим друзьям рассказывать, потому что мне казалось, что они теряют что-то важное, что они не слышат чего-то очень нужного». При этом он не занимался морализаторством, он не занимался назиданием, он просто был с ними искренен и честен. Тогда где вот здесь грань между тем, чтобы нам просто не превратиться в каких-то аниматоров, да, чтобы мы оставались при этом священниками, да, верующими христианами, родителями в том числе, чтобы мы не просто как бы спустились, скажем так, на уровень подросткового ребячества и просто, знаете, ходили и развлекались с подростками. Это очень хороший вопрос. Вот если бы я играл, например, в футбол только с подростками, наверное, было бы, ну, можно было бы задать вопрос, батюшка, тебе больше поиграть не с кем, да? Но если, например, футбол – часть моей жизни, и я со взрослыми своими ровесниками собираюсь там, например, чтобы поиграть в футбол там раз в неделю, там два часа, то, что это и там, например, могу пойти на стадион, посмотреть матч футбольный, да, там, поболеть за сборную по футболу, да, по телевизору посмотреть. То есть, это часть моей жизни, естественная часть моей жизни, я ее не стыжусь, не скрываю, да? И если, например, потом встречаясь с ребятами, подростками, которые гоняют мяч, я говорю, слушайте, а можно с вами? Это выглядит естественно. И когда митрополит Антони пишется в дневниках, что он был азартным человеком и любил спортивные игры, и когда он приходит и встает с ребятами играть в волейбол, это не выглядит противоестественным. Он такой по натуре был, ему это нравилось. Поэтому вот, и это не обязательно спорт, это может быть все, что угодно. У меня, например, диакон увлекается фотографией, да? Он фотограф по жизни, и если он делится этим с подростками, если вокруг него собираются те ребята, которые любят, например, настольные игры, и он с ними проводит это время, это для него так же, как естественно, как если бы он это делал со своими детьми. Или, например, если мы с ребятами идем в поход, вот, за Волгу ходили, в это воскресенье планируем, значит, куда-нибудь сходить. И я приглашаю ребят, мне это нравится. Я не пытаюсь их жизни научить. Но если вам это тоже нравится, давайте эту радость, да, разделим. И она будет совместной нашей радостью. И может быть, когда мы вместе куда-то пойдем, у нас завяжется разговор на какую-то тему, которая чуть больше, чем просто поход за Волгу. Может быть, мы поговорим о творце, может быть, мы поговорим о каких-то нравственных вещах, так. Может быть, мы поговорим о каких-то проблемах или о том, как сегодня живут подростки. И из этого что-то получится. Да, это очень интересно. И хорошо, когда есть какие-то вот общие интересы, в том числе с подростками, с детьми. Да, но бывает так, что и общих интересов вообще никаких нет. Да, то, что интересно родителям там или педагогам, совершенно неинтересно детям. И порой бывает, что действительно, чем старше поколение, тем там серьезнее этот разрыв. Тогда можно ограничиться искренностью. Желанием хотя бы быть честными перед подростками, не пытаться сделать вид, что ты тоже молодежный. Но на самом деле поезд уже давно уехал, и тебя интересуют совсем другие вещи. В этом плане тоже у меня есть такой небольшой опыт общения с детьми, когда, то есть они узнают, что там батюшка может там зайти и даже в компьютере в какие-то игры интересные поиграть, которые сейчас популярны. Вот недавно у нас в Казани проводились игры будущего. И, скажем так, тоже этому определенному... Это ты там победил, да? Нет. Участие, слава богу, я не принимал. Есть множество других. Но когда просто вот с ребятами общаешься, они говорят, у тебя тут какие достижения, ты начинаешь перечислять в играх. Вот здесь такой-то ранг, здесь такой-то ранг. Ну, потихонечку, вот, может быть, небольшой авторитет, но начинает повышаться в глазах детей. Да, и в этом плане действительно то, что тебе самому интересно, и это интересно детям, и получается вот какой-то найти контакт. Порой, может быть, через вещи, которые некоторым, может быть, кажутся не совсем адекватными, может быть, и чем-то не очень полезным. Но вот сам факт того, что дети видят, что ты тоже человек, что, да, у тебя есть такие же интересы, и это действительно искренне. И есть возможность в том числе провести время вместе, особенно, например, вот в моем случае, когда речь идет об интернете, где, ну, отсутствует вообще культура общения. И когда ты с ребятами там общаешься, и они видят, что можно общаться там без мата, можно общаться, да, там без какой-то ненависти. А самое главное, когда они потом видят, что вот этот искренний человек, который только что с ними играл, или бегал, гонял мяч, или шел в поход, он вечером встает и какую-то молитву читает перед сном, да, или говорит, давайте в храм зайдем, и встает искренне перед иконой там молится, да. У ребят возникает невольно вопрос о том, что, может быть, это все-таки ценно, то, что он делает, да, если он делает это искренне, то, может быть, это действительно важно. Вот. И так за счет не морализаторского подхода, а просто естественного подхода, связанного с твоей жизнью, ты пытаешься, ребят, удержать около церкви. Ну и вот в завершении, Денис, я знаю, что ежегодно вы проводите детский крестный ход в Самаре, и вот хотелось бы поговорить о том, когда этот крестный ход будет в этом году, и как вообще на него попасть. Ну, я очень люблю, да, анонсировать наши проекты какие-то, и мне кажется, что такой детский крестный ход, который в этом году уже, по-моему, пятый раз поведем, даст Бог, это вот один из таких молодежных проектов для ребят, которые удержались около церкви и которые готовы попробовать об этом рассказать другим. Потому что детский крестный ход – это крестный ход, куда идут только дети. Мы всегда это подчеркиваем, просим взрослых не идти вообще или нас ждать в начале или в конце пути. Это крестный ход, где мы с детьми на протяжении всей дороги поем. И это крестный ход, куда идут дети исключительно по собственному желанию. Как правило, собирается около 100-120 ребят разного возраста, но это возраст именно такой либо младший подростковый возраст, либо подростковый, потому что пройти приходится много. Мы идем от метро Безымянки до храма Георгия Педоносца. Это около 14 км. С остановками это занимает около 4 часов. Мы идем в мае, после майских праздников. Приурачиваем это всегда к Дню Победы, к празднику Пасхи. У нас принимают всегда мальчишки из военно-патриотических объединений. Значит, участие из военно-патриотических объединений «Спас». Вот. И мы всегда приглашаем, да, ребят из православных семей, православных приходов или просто тех ребят, которые хотят попробовать эту культуру. Ведь это же еще и приобщение к культуре, к традиционной русской культуре вот этого крестного хода, да, ради чего-то. И мы всегда с ребятами говорим, а ради чего мы идем? Просто, да, или каждый в сердце несет какую-то свою просьбу, ведь крестный ход – это всегда просьба. Да, просьба может быть о том, чтобы отец с передовой вернулся, или может быть просьба о том, чтобы экзамен благополучно сдать, или может быть просьба о матери, которая болеет в этот момент, да, или может быть просьба о девушке, или о дружбе, или о чем-то еще. Мне кажется, подросткам всегда есть о чем попросить. И мы всегда рассказываем им о том, что крестный ход – это такая сугубая, вот, сугубая форма молитвы, когда действительно есть возможность и братское плечо почувствовать, и помощь Христа почувствовать, почувствовать его как-то в своей жизни. Вот. То есть, как вот одна из таких форм попыток почувствовать Христа в своей жизни. Дианисий, а как попасть на этот крестный ход? Очень просто. Мы в наших социальных сетях будем выкладывать информацию, всегда делаем это заранее, вот, много раз дублируем, и просто прийти. Спасибо, Дианисий, за участие в нашей передаче. Будем надеяться, что нам, старшему поколению, удастся найти язык с нашими детьми, с нашими подростками, и не просто найти общий язык, но еще поделиться красотой православия и пробудить в них живой интерес к Богу, к вере и к Церкви. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин